Салют, братишки-стерёнки, микрофон Мистер Кей, и сегодня мы находимся в порту не просто так. Пришло время открывать новые контейнеры в GTA 5 модах. Как всегда, у нас уже подготовлено 6 контейнеров, и давайте я вкратце объясню, что мы будем сегодня делать, если кто-то ещё в танке сидит и не знает про битву контейнеров в GTA 5. В общем, у Тревора сегодня есть всего лишь 1 миллион долларов, и каждый из этих контейнеров стоит свою цену. От 100 тысяч до 600 тысяч долларов. Мы покупаем контейнер и не знаем, что там находится внутри. Там может находиться хорошая вещь, так и ужасная старая, и, соответственно, мы останемся либо в плюсе, либо в проигрыше. Сегодня у нас контейнеры будут открываться, как и в прошлый раз, в 3 этапа, и первый этап это опять машины. Нам нужно сейчас выбрать всего лишь один контейнер с первого по шестой, и в каждом из них находится какое-то транспортное средство, на котором мы сегодня будем с вами передвигаться. Конечно же, мне хочется получить самое классное транспортное средство, самую крутую машину, суперкар, спорткар, в общем, так, чтобы я потратил деньги не зря. И, разумеется, скупиться я не хочу на первый контейнер, и сразу готов выложить, ну, например, 400 тысяч долларов. То есть, хочу я открыть прямо сейчас четвертый контейнер. А от вас, ребята, я хочу попросить зверский лайк, подписку на канал, и, конечно же, пишите в комментариях, какой контейнер выбрали бы вы. Вот, знаете, получится классный интерактивчик, напишите в комментариях поэтапно, вот, первый этап такой-то контейнер, второй этап такой-то контейнер, третий этап такой-то контейнер, и потом вы, соответственно, поиграете вместе со мной и узнаете, оказались вы правы или же нет. Я думаю, что это будет интересно, поэтому участвуйте. Ну, а мне нужно прямо сейчас открывать четвертый контейнер, чтобы узнать, что же там находится, какая машина. Ладно, томить я больше и себя, и вас не буду. С богом, давайте же глянем, что у нас здесь располагается. Итак, момент истины. О, мой бог! Это вообще что за машина такая? Окей, это Chevrolet Camaro, только... Только она какая-то большая для Chevrolet Camaro. Выглядит очень... Очень странно. Давайте выгоним эту машину и посмотрим на нее... Вблизи. Итак, я выехал из контейнера на этой огромной машине, и я могу вам сказать, что выглядит это... НЕВЕРОЯТНО! Вы посмотрите на эти огромные колеса и на эти диски. Это же просто жесть! Из Chevrolet Camaro сделали какой-то полумонстр трак. Знаете, мини-монстр трак. Ну, скажу вам честно, мне очень нравится, и с первым же контейнером мне определенно повезло. Эта тачка, безусловно, стоит 400, а то и даже больше 1000 долларов. Давайте осмотрим ее поподробнее. Хотя нет, давайте сначала глянем, что мы не смогли получить, что находится в других контейнерах, а потом уже отправимся тестировать эту красотку. Окей, в последнем контейнере, самым дорогом, у нас находился трехколесный байк. Ну, он в принципе в GTA Online стоит больших денег, но я не хотел бы получить такой байк, он мне в принципе не нужен просто-напросто. Здесь у нас располагается какая-то машина, которая, судя по всему, прибыла со Северного полюса. Почему она вся в снегу? Это выглядит странно. Ну, ладно, хорошо, что я ее не получил. Идем дальше. За 300 тысяч у нас стоит здесь классная, ну, классный аналог Феррари. Я не помню, как называется эта марка. Вроде Гротти, можете меня поправить. Но в любом случае это аналог Феррари. Машинка выглядит круто и стоит тоже определенно своих денег. Так что я бы, если бы открыл этот контейнер, то тоже остался бы счастливым. Кстати, я забыл аннулировать Тревору 400 тысяч долларов. Поэтому прямо на ваших глазах я списываю с его счета 400 тысяч долларов, чтобы у нас все было по-честному. Таким образом остается еще 600 тысяч долларов на два следующих этапа открытия контейнеров. Окей. Во втором контейнере у нас находится полицейская машина. Ну, знаете, полицейскую машину я и в городе могу угнать. Зачем она мне нужна здесь? Непонятно. Ну, за 200 тысяч это как бы, наверное, это и есть ее цена. А в самом первом контейнере всего лишь за 100 тысяч у нас стоит, ну, мягко говоря, какая-то старая развалюха 90-х годов. Да, мне определенно сегодня повезло. Прямо с первого же этапа у нас начинается все очень круто. Давайте же затестим этот Шевроле Камара в действии. Господи. Как же там мне показалось? Или у нас в стены? Да, у нас, смотрите, в стены встроены мониторы. Обалдеть. Это произведение искусства. Сам Экзибит, наверное, позавидовал бы такой тачке. Она протюнена полностью вся. С головы до ног. Ладно, давайте, не знаю, разгонимся и проедемся. Напоминаю, что во втором этапе открытия контейнеров у нас будут находиться люди, животные. И, соответственно, нам может попасться какая-нибудь горячая цыпочка. Ну, это уже как нам повезет. Сила рандома сделает свой выбор. Если нам попадется крутая цыпочка, то мы сможем на ней прокатиться как раз-таки на этой машине. Сводить ее куда-нибудь в клуб, кафе, ресторан. С надеждой, что я ей, так скажем, понравлюсь. Ну, знаете, любой мужчина на такой машине определенно понравится любой горячей красотке. Я так считаю. А как считаете вы? Можете тоже написать в комментариях. Но машина очень крутая. Это, это безусловно. Я думаю, что даже никто этого отрицать-то не станет. Правильно? Правильно. Окей, отправляемся тогда обратно к нашим контейнерам. И будем приступать ко второму этапу. Ну что, вы готовы? Я готов определенно. Машинка пока что нас подождет. И я еще раз хочу напомнить, что во втором этапе открытия контейнеров у нас будут находиться какие-то люди, либо животные внутри. У них те же самые цены. От 100 тысяч до 600 тысяч долларов. Но не стоит забывать, что у Тревора осталось всего 600 тысяч долларов. И последний контейнер нам уже не подходит. Иначе мы не сможем открыть контейнеры в последнем третьем этапе. А что находится в третьем этапе, вы скоро узнаете. Так что на выбор у нас остается только 5 контейнеров. И нужно решить. Нужно решить, что же мне из них выбрать. На самом деле, я очень хочу открыть первый контейнер за 100 тысяч долларов, чтобы оставить оставшуюся сумму на последний этап. Но с другой стороны, мне не хочется скупиться на людей. Конечно же, в прошлый раз при открытии контейнеров в пятом контейнере у нас, например, была старая бабка. Которая явно 500 тысяч долларов не стоила. Но вдруг в этот раз нам повезет. Может быть тогда пятый открыть? Ах, открыть пятый или нет? Ах, я не знаю, я не знаю. Что выбираете вы? Не забудьте написать в комментариях. Ну, я наверное четвертый открою все-таки, да. Четвертый контейнер по мне. Хотя нет, 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 нет. Ладно, ладно. Я очень сильно сейчас рискну. Потрачу все свои деньги. У меня останется только 100 тысяч долларов. Но я все-таки открою пятый контейнер. Поэтому списываем со счета Тревора 500 тысяч долларов. Надеюсь, что моя удача меня сегодня не подведет. Она меня уже подарила, этот красивый Шевроле Камара. Надеюсь, подарит и что-нибудь классное из пятого контейнера. Ладно, не будем томить себя. Опять же, сюда заходим и поворачиваемся. О мой бог! О мой бог! Это Харли Квинн! Вау! Вау! Слушайте, ну, знаете, Тревор и Харли Квинн. Мне кажется, что это идеальная пара. Лучше пары и не придумать. Они оба жестокие, они оба крутые. Поэтому я уверен, что у них все наладится. Давайте пока что глянем, что находилось в соседних контейнерах. А потом отправимся с этой Харли Квинн на мини-свидание. В шестом контейнере у нас находился какой-то мужик в костюме. Ну, ладно. Окей, пускай будет так. Хорошо, что я его не купил, но у меня, в принципе, и денег на него не было. О, я же хотел купить четвертый контейнер, а здесь стоит какой-то качок. Ну, Тревор, если бы выбрал этого качка, скорее всего, просто устроил бы вместе с ним какой-то бой. Потому что отправляться с качком на свидание, ну, я бы не стал. Окей. В третьем контейнере стоит Супермен. Ладно, здорово. Тоже неплохой выбор, но это все мужики. Зачем Тревору другие мужики? Непонятно. Кстати, я уже мельком заметил, что во втором контейнере у нас стоит огромный Хаук. Такой огромный, что у него голова аж в потолке застряла. Нормально все, Хаук? Надеюсь, ты сможешь выбраться. Потому что, судя по всему, мозги у него уже вплавились в этот контейнер. Ладно. А в первом контейнере... Что? Я, кстати, тоже хотел взять первые контейнеры, как вы помните. А здесь у нас стоит корова. Да. Ну, зато было бы всегда молоко. С другой стороны, правильно? Но молоко мне не нужно. Мне нужна Харли Квинн. Ну что, дорогая? Нам предстоит прямо сейчас прокатиться и сходить на небольшое свидание. Как вы думаете, куда лучше всего свозить Харли Квинн? Ей определенно, кстати, понравится моя тачка новая. И, кстати, я, наверное, сразу вас обрадую. В третьем этапе открытия контейнеров у нас будут дома. То есть мы сможем создать целую полноценную семью. У нас есть машина, у нас есть девушка Харли Квинн. И осталось только прикупить себе крутой домик. Ну, опять же, все зависит, конечно, от рандома. Но нам сегодня уже очень так знатно везет. И на барышню, и на машину. Так что, надеюсь, повезет и на домик. Харли, как думаешь, нам повезет на домик? Я надеюсь, что да. Ну, об этом говорит, конечно, пока рано. Нужно придумать, куда бы ее свозить. Я думаю, что и Тревору, и Харли Квинн стоит съездить в какой-нибудь бар. Думаю, они могут там выпить по пивку, побеседовать, поразвлекаться. Это будет определенно в их стиле. А где у нас находятся бары? Правильно, много баров находится на Вайнвуде. Так что, едем туда. Вот, смотрите, прямо передо мной находится классный бар. Текила. Он вроде как называется Текила-ла. Отлично. Что ж, мы на красной топоре стоим? Подъезжаем. Харли Квиннти, я уверен, тебе понравится это место. Оно очень классное. Здесь очень круто наливают. Главное, чтобы эта полиция была не за нами. А то она все свидание нам сорвет. И давайте попробуем зайти. Да, отлично. Харли. Харли, ты где там? Иди сюда, дорогая. У нас же сегодня все-таки свидание. Посмотрим, как здесь... Насколько здесь круто. Ох, народу здесь много. Так, Харли почему-то не хочет заходить. Харли, поторопись. Тебе не нравится это место, что ли? Какое место тогда нравится Харли? А, нет, зашла. Зашла. Так, бармен, пожалуйста. Налейте мне и моей девушке по самому лучшему пиву в этом баре. Жалко только, что никакой музыки здесь не играет. Сцена пустая, поэтому, наверное, весь движ, интересно, начинается только по вечерам, по ночам. Ну ладно, Харли. Как ты думаешь, какой дом мы сможем себе отбабахать? У меня на самом деле не будет вообще выбора касательно дома, потому что у меня осталось только 100 тысяч долларов, как вы можете помнить. И, соответственно, я могу открыть только один контейнер из шести. У меня выбора на последний третий этап не остается вообще. Я только сейчас это понял, и это грустно, честно говоря. Получается, что я сейчас потрачу последние свои 100 тысяч долларов на последний третий этап открытия контейнеров. И думаю, что за 100 тысяч я ничего и не получу. Но вы сами видели. Первый этап открытия и второй этап открытия. В первом этапе у нас была какая-то развалюха 90-х годов. Во втором этапе у нас была корова. Наверное, и сейчас мы получим какой-нибудь сарай. Ну что же, мы здесь. Мы готовы открывать. И, разумеется, мы будем открывать первый контейнер. У нас осталось всего лишь 100 тысяч долларов. И мы можем позволить себе только первый контейнер. Харли Квинн, пожалуйста, только не расстраивайся, если у нас выпадет сарай. Я все равно попробую отыграться. Понимаешь, девочка? Молодец, молодец. Ладненько. Мне на самом деле будет очень интересно посмотреть, что я потеряю. Потому что 100% я сейчас получу какой-нибудь сарай из первого контейнера. Я в этом даже не сомневаюсь. Это... Ну, это 90%. Если судить по первым открытиям. Так что списываем последние 100 тысяч со счета Тревора. Вот таким вот образом. У него остается 0 долларов. Он становится официально, так скажем, без денег. Но зато с какой-то недвижимостью. Поэтому заходим в первый контейнер. Здесь у нас стоит маркер, который нас и отправит к нашему дому. Харли, я не знаю. Тебе, наверное, придется постоять здесь. Но я обязательно за тобой вернусь. Поэтому никуда отсюда не уходи. Ну, а мы переносимся к нашей недвиж... Харли, все в порядке? Она со мной телепортировалась. Ну что? Мы телепортировались к нашему дому, Харли. Как ты думаешь, что там позади меня находится? Мне уже страшно смотреть. Но... Судя по виду, мы попали не в прям самое ужасное место. Это не какая-то пустыня. Не какая-то мусорка. Что же здесь... Ох! Боже мой! Харли! Это невероятно! Сегодня, наверное, у Тревора, а тем более у меня самый везучий день, который можно только представить. Нам повезло абсолютно со всеми контейнерами. И наши миллион долларов окупились сполна. Вы только посмотрите, в какой особняк огромный, так еще и с фонтаном, нас телепортировало. Мы здесь сможем определенно начать крутую жизнь, Харли. Будем вместе грабить, убивать и веселиться. Здорово! Здесь даже вовнутрь можно зайти. На самом деле, это... Я знаю, чей это дом. О, у нас еще и тут Хайвер стоит припаркованный. Так скажем, включен стоимость. Три гаража. Небольшое ранчо. Даже свиньи есть. Ё-моё! Здесь полноценное жилище, я вам скажу. А здесь, судя по всему, должны находиться лошади. Да, лошади. Ну что, мне... Мне... Я чертовски рад. Вы даже представить себе не можете, насколько я сейчас рад. Я просто в шоке от того, как же сильно нам повезло. Я не верю в такое везение, но вот оно случилось. Надеюсь, что и в следующие битвы контейнеров нам будет везти точно так же. Но задерживаться я здесь не хочу. Давайте вернемся обратно к контейнерам и посмотрим, что находилось в шести оставшихся. Заходим во второй контейнер и мы переносимся. Мы переносимся. О, боже мой. Что это за свалка? Почему здесь стоит какая-то разрушенная яхта и куча трейлеров? Вот. Вот про такое... Я вот думал, что мы приблизительно в такое место и попадем. 200 тысяч долларов. Платить здесь просто не за что. Окей, посмотрим, что находилось в третьем контейнере. Вот третий контейнер. Чтобы вы не подумали, мол, я вас обманываю. Заходим сюда и смотрим, что у нас находится тут. Оу! Тоже, слушайте, классный домик. На Вайнвуде, если не ошибаюсь. Да, чуть выше Вайнвуда. С огромной просто территорией. Огроменской просто территорией. Там, видите, даже дальше еще дом есть. Если это, конечно, к этому поместью относится. Вау! Блин, ну 300 тысяч долларов. Я бы не отказался от такого домика, но за 100 тысяч я получил вот просто даже больше, чем мог бы пожелать себе. Окей, возвращаемся обратно в порт. Вот 400 тысяч долларов переносят нас тоже в Лос-Сантос. А судя по всему, либо к этому, либо к этому. Я даже не знаю, в какой дом нас это все дело переносит. Но суть в том, что... Ну, это какие-то квартирки. Я бы не сказал, что это дома. Это, скорее всего, просто квартирки какие-то здесь. Такие небольшие. Конечно, в хорошем, таком богатом районе Лос-Сантоса, но... Ничего более. Ничего более. Предпоследний пятый контейнер отправил бы нас. Отправил бы нас. Оооо! Тоже, слушайте, очень хорошие дома, я вам скажу, там попадаются. Был только один. Был только один сарай за 200 тысяч. Все остальные еще более-менее. А здесь у нас еще и дом хай-тек. Так, классно выглядят. Можем пробежаться на его территорию, посмотреть, что там сзади находится. Да, здесь можно пройти на заднюю часть территории. Интересно, наверное, еще и бассейн имеется какой-нибудь. Да, какой классный бассейн. Харли, Харли, искупаемся. Смотри, какой крутой бассейн. Этот дом мог бы стать нашим. Вот у нашего дома бассейна нету. Так что можем поплавать. Давай, прыгай сюда, Харли, прыгай. Ну, знаете, вид, вид у этого дома крутой. Прямо на небоскребу Лос-Сантоса. Здорово. А в последнем контейнере у нас... Ахахахаха. Боже мой. Вот это... Вот это неудача, кто бы выбрал здесь шестой контейнер. Она отправила... Ну, контейнер отправил нас на бомжатню в Лос-Сантосе. Это ужас. Просто ужас. Вероятнее всего, именно в этой палатке нам и пришлось бы жить. Хорошо, Харли, что мы не выбрали шестой контейнер. Да у нас и денег не было на шестой контейнер. Я на тебя 400 тысяч как-никак потратил все-таки. Ах, здесь так воняет. Побежали отсюда. Ребята, надеюсь, вам повезло так же, как и мне. И вы написали правдивые комментарии. Так скажем, поучаствовали в открытии контейнеров вместе со мной. Можете, кстати, дополнительно еще в своем комментарии определиться впечатлениями об итогах. То есть повезло вам, не повезло. Насколько крутыми вы оказались. И как вы думаете, насколько нам повезло с открытием контейнеров? Ох, у нас даже дворецкий, собственно, есть. Харли, ты только посмотри на это. Здравствуйте. Теперь мы будем здесь жить. Да, теперь мы здесь будем жить. Мужик. Сантос. Так, ты, ты на своего хозяина не ори, подонок. Понял? Не ори на своего хозяина. Ты мой раб. Понял? Надеюсь, он усвоил урок. Харли, вообще засранец. Видал какой? Ну что, ребята, огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео. Надеюсь, оно было вам интересным и понравилось. Не забудьте поставить за верские лайки. Не забудьте подписаться на канал. Ну и, разумеется, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok